Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия, и сегодня у нас соревнование, в котором принимает участие Джинджер от игры Том Бег за Золотом и Ник от игры Сабвэй Сёрф. Ребята, соревнований у нас уже очень давно не было, и в этот раз наши герои будут соревноваться, кто же из них дольше продержится на дистанции до ошибки. Как только какой-то из героев совершает ошибку, автоматически другой герой является победителем. Ведь в этих двух играх набор баллов, а также сбор золотых монеток или сбор золотых слитков очень серьёзно отличаются, и по этому показателю победителя определить мы не сможем. Оба наших героя на дистанции. В данный момент Ник смог набрать 62 тысячи баллов, и на много его по баллам опередил Джинджер, всего 85 тысяч баллов. Но, ребята, вы только представьте, у Ника множитель баллов, всего 30, а у Джинджера целых 130. Но это только начало. Чем дольше будет проходить наше соревнование, тем далее будет открываться Джинджер. Определять лидера по баллам мы не будем. Ник подбирает реактивный рюкзак и отправляется в полёт. А вот Джинджер ещё разок решил заглянуть в свою родную локацию лес. Правильное решение, Джинджер! Шлем тебе пригодится! Ведь мало ли какие препятствия тебя ждут на пути! А вот ещё один интересный туннель для Джинджера, который называется Кактус. Хотя, ребята, вы знаете, этот туннель называют по-разному. Пустыня, Кактус. Кто-то даже написал, что это шоссе. А ведь это хорошо, что у него много названий. Кому как нравится, тот так и называет. Ник обновляет действия магнита и с активированной доской для серфинга, которая серьёзно увеличивает его скорость, собирал очень много золотых монеток. Но при такой скорости очень сложно управлять. И Ник врезался. Джинджер тем временем подбирает самолёт и также отправляется в полёт. В воздухе безопасней. Ребята, всех вас поздравляю с окончанием учебного года и с наступлением каникул. Во время летних каникул вам нужно хорошенечко отдохнуть, набраться сил. А также желаю вам массу новых впечатлений и позитивных эмоций. И надеюсь, это лето вы проведёте с каналом Страна Игрляндия. Друзья, кому нравятся наши видео, подписывайтесь на канал. А также делитесь им со своими друзьями. Ну а мы возвращаемся к игре. И Ник совершает просто бешеный прыжок с помощью джампинга. Класс! Джинджер смог набрать полмиллиона баллов. Посмотрите, у Мика три плюшки плюс доска для серфинга. А вот у Джинджера всего одна плюшка. Ребята, за кого вы болеете в сегодняшнем забеге? И кто, по-вашему, должен выиграть? Напишите в комментариях. Празднование пятилетнего юбилея в Сампойстер продолжается. И Ник собирает торты. И когда он соберёт их 25 штук, он получит дополнительный приз. Ну вот, Ник совершает ошибку. Но это же скучно. Как же так, так быстро и закончить забег? Ну ничего, мы оживляем Ника. И пускай у него будет второй шанс. Я надеюсь, что Джинджер будет не против. Ведь ему одному будет, ну, очень скучно бежать. Джинджер по дистанции движется очень аккуратно. А вот Ник одну за одной теряет доски для серфинга. Справа вверху на вагоне был торт. Эх, как жаль, что я его поздно заметил. Наши герои уже находятся на дистанции целых 5 минут. И могут похвастаться своими результатами. Так Джинджер смог собрать 1984 золотых слитка, а также набрать 850 тысяч баллов. Ник смог набрать 405 тысяч баллов и собрать 1500 золотых монеток. Сколько же еще наши герои смогут продержаться в таком темпе? Ребята, вы знаете, если бы не доски для серфинга, я бы, конечно, поставил на победу Джинджера. Ну а так, я думаю, шансы одинаковые. Очередные 150 золотых слитков в копилку Джинджера. Ник продолжает тратить свои доски для серфинга. Видимо, их ему не жалко. Удвоение баллов для Ника. Также у него сейчас есть магнитик. И он активирует доску для серфинга. Джинджер подбирает очередную плюшку. Магнит. Ну вот, Ник снова совершает ошибку и сходит с дистанции. Ник сегодня занимает второе место. Посмотрим на дополнительные призы, которые достались Нику. И это мешочек с золотыми монетами и целых 8 тысяч монет. Ник смог набрать 613 тысяч баллов. И занимает почетное второе место. Ну а Джинджера мы можем поздравить с победой. Вижу очередной туннель для Джинджера. Это домашний туннель неоновой Анджелы. И пока Джинджер будет собирать золотые слитки, для вас, ребята, прозвучат приветики. Но прежде всего, я бы хотела сказать, что сегодняшнее соревнование, как обычно, получилось очень интересным. Кто со мной согласен, обязательно ставьте лайк. Ну а сейчас наступило время для долгожданных приветиков. И первый привет сегодня звучит... Александре Скачевой, Машулике Актистовой, Георгию Кантонидису, Елене Доскоч, Насте Бе, Софию Черкозёровой, Алине Гельмановой, Самире Галявиевой и её сестрёнке Реане. Также приветик Еве Протновой, Веронике Скалкиной, Софии Горбушиной, Баладе Кнураю, Валентине Васильевне, Сузанне Кузнециной, Виктории Дмитру, Кристине Кузнециной, Никите Филь, Алине Максимовой, Веронике Гузевой, Кате Гончаровой и Макару Головину. Большой приветик Танюши Котик, Вере Умановой, Оле Кочетовой, Анне Ред, Амелии Мительковой, Вере Орленко, Сене Муравьёвой, Яне Родионовой, Илье Наконечникову, Ангелине Подеевой, Александре Руссу, Матвиенко Дане, Насте Кузнецовой, Огромный привет, Денису Елсукову, Анастасии Хорошиловой, И Велине Неруш, Илье Подруге Ясине. Конечно же приветик, Вики Мики, Насте Засепиной, Арине Новиковой, Ее крестной Кате, Братику Родиону, И подруге Майе, А также маме Нелле. Еще приветик, Близнюк Софии, И Пелюбчу к Максиму. И последние на сегодня Приветики, Елене Хорошиловой, Ключка Сони, И ее сестричке, Сонечке Гончар, И отдельный приветик, По новой Миланочке, И ее братику Марселю. На сегодня с приветами закончили. В данный момент Джинджер находится На трассе Гавайского Хэнка. И довольно резво ее проходит. Джинджер набирает 1 миллион 600 тысяч баллов. Ну вот, еще раз можно пробежаться По домашней трассе. Джинджер проходит все ловушки С легкостью. Ведь он знает эту трассу Как свои пять пальцев. Где еще можно такое увидеть, Чтобы герой перепрыгивал Через самолеты. Очередной туннель. Много пальм. Шкурки от бананов Разбросаны где попало, А вот самих бананов не видно. Видимо, постарались обезьяны. Главное не свалиться в воду. Ведь здесь плавают акулы. Как же неудачно подвернулась Эта банановая кожура. Ребята, а на этом наш забег Закончен. С вами был канал Страна и Гирляндия. Всем пока И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok